Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы новости – клуб танцевального спорта «Лунапарк». Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркуриева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Предупрежден – значит вооружен. Тему профилактики менингита обсудили на специальном совещании в мэрии. 20 лет санаторию «Элада» – победителя профессиональных конкурсов и одному из лучших санаториев, по мнению отдыхающих. «Олимп» покоряется мужеству. В новом спортивном комплексе на улице Мелькова прошли соревнования по кикбоксингу. В Анапе продолжают проверять детские здравницы на соответствии нормам. Сотрудники краевой прокуратуры посетили с ревизией детский оздоровительный лагерь «Восход». К специалистам краевого уровня присоединились коллеги Анапской межрайонной прокуратуры, Коспожнадзора и Роспотребнадзора. Об итогах проверки расскажет Светлана Авилова. Первое замечание руководству лагеря «Восход» было сделано сразу. Дети не должны мыть руки хозяйственным мылом. Щелочь вредит коже. Срочно заменить на туалетное. Не висят полотенца. Юные гости курорта вынуждены идти в столовую с мокрыми руками. Пищеблок по отметке комиссии полностью соответствует нормам противопожарной безопасности. А вот поставка овощей смутила. Помидоры упакованы в ящик иностранного производства. Заместитель директора здравницы не смог сразу ответить на вопросы, кто производитель и какого года урожай. Блюда для детей должны соответствовать положенному меню витаминам и калориям. Поэтому проверяющие посмотрели, что готовится на обед, а также будет подано на ужин. В местном цехе проверили буквально каждую морозильную камеру на соответствии температуры. Не обошли вниманием и цех сыпучих продуктов. Также посмотрели дату выпуска и срок годности йогуртов. Все в порядке, можно употреблять до октября этого года. Кабинет приема врача порадовал чистотой и всем необходимым для оказания первой помощи. Прием ведут два врача – педиатр и терапевт. Для диноградусники, которые лежали в емкостях для обработки, проверяющие заметили, что у двух человек есть температура больше 37. По представленным документам введение больных выяснилось, журналы заполняются не вовремя, что в дальнейшем значительно может затянуть время с постановкой правильного диагноза. Прокуратура продолжает мониторинг соблюдения прав детей на безопасные условия отдыха и оздоровления. Светлана Авилова, Алексей Мухортов, Анна Парегион. Ситуация с эпидемией Менингита – проблема всей России. Настораживает обстановка и на юге страны. Такое заявление сделала министр по социальной политике Ольга Голодец и подчеркнула ситуацию управляемые. Они знают губернаторы и мэра городов Кубани. И принимают меры. Тему профилактики обсуждали на специальном совещании заместитель главы курорта по социальной политике, главные врачи и руководители детских здравниц. О состоянии санитарно-эпидемиологической обстановки в начале работы совещания доложила начальник Роспотребнадзора Анапы Лариса Медведева, которая подчеркнула важность так называемых входных фильтров, задача которых – выявлять заболевания детей на пороге лагеря, потому что за порогом остановить инфекцию уже невозможно. Пример тому город Туапсе. То, что эти дети до того, как попали в больницу, значит, ходили в море, то, что эти дети ходили в туалеты, ходили по улице везде, где вы ведете своих детей, это однозначно. Даже эти четверо, они уже рассеяли вполне достаточно. Вы знаете, если человек больной попадает, ребенок, через пять минут весь бассейн будет в интервирусах. Они рассеялись. Значит, тоже девочка приехала от нас, через два дня обратилась в больницу с ОРВИ, ставят интервирус. Естественно, откуда? Уже приехала. Теперь говорят о том, что мы. Поэтому сейчас наша задача – входной фильтр, в первую очередь. На входе действительно нам везется очень много детей, которые могут быть носителями интервирусной инфекции. Столько детей одновременно, сколько их пребывает в Анапе, нет больше нигде. В обязательнейшем порядке, пока дети не обследованы до единого, но если вы реально не справляетесь, обращайтесь к нашим медикам, ну зачем мы вот эту показуху устраиваем, рассказываем, что у нас есть входной, выходной фильтр, когда они у нас три дня пожили в лагере, потом мы их начинаем осматривать. Кому это надо? В детских оздоровительных лагерях за этот летний сезон зарегистрированы 8 случаев ветряной оспы, 3 случая норовирусной инфекции и 1 случай интервирусной. Учитывая сложную обстановку на Кубани, главный санитарный врач Анапы дала ряд обязательных к исполнению правил, как не допустить появления распространения инфекции в детском оздоровительном учреждении. Позже к комиссии присоединился и глава курорта Сергей Сергеев, который призвал всех отнестись к этой угрозе со всей ответственностью. Отнеситесь серьезно. Представьте, что за этим всем стоят ваши дети, которые могут превратиться в дурачку. Это в лучшем случае. Менингит опасен тем, что переболевший им человек страдает снижением умственной активности. Поэтому необходимо чаще мыть руки, убираться в помещении и дезинфицировать туалеты. Пока в Анапе угрозы распространения менингита нет. Службы делают все возможное, чтобы избежать заноса этой инфекции на нашу территорию. Главное сейчас бдительность и превентивные меры. Вадим Родин, Анапа-регион. И к другим темам. Цыплят по осени считают. Анапские аграрии подсчитали урожай 2013 года. Собрали 54 тысячи тонн зерна. Несмотря на капризы погоды, урожай на 4 тысячи тонн больше, чем в прошлом году. Хотя погодные условия были не лучшими. В Большом зале администрации мэр Анапы Сергей Сергеев поблагодарил крестьян за отличную работу. На вручение благодарности и грамот от мэра побывала Светлана Авилова. В составе съемочной группы и в качестве награждаемой. Лучшие хлеборобов Анапы встретили разудалые песни участники хора «Русские узоры» из станицы Анапской. Мэра Анапы угостили душистым караваем, символом хлеборобов и всех, кто трудится в агропромышленном комплексе. В этом году по показателям урожайности, зерновых и зернобобовых культур, Гурот-курорт занял лидирующие позиции в Анапо-атаманской климатической зоне. Валовой сбор зерновых составил 54 тысячи тонн. Ну, я не ожидал. Вы меня приятно удивили, честно говоря. То, что вал больше 50 тысяч тонн. То, что проводите сразу после уборочных комплексов. Я хочу вам вырастить благодарность за ту работу, которую вы поделали. И сегодня поздравить лучших из лучших. И уверен, что у сельского хозяйства она большое будущее. Под урожай 2013 года было посеяно 10 500 гектаров азимых. Уборка проводилась с помощью 39 комбайнов. 17 из них принадлежали сельхозпредприятиям и крестьянам. А 22 единицы уборочной техники были привлечены со стороны. В течение всего сельскохозяйственного года анапскими аграриями была проведена огромная работа. Поэтому и урожай они вырастили достойный. В кратчейшие сроки они завершат после уборочный комплекс и начнут подготовку к севу азимых. Уже под урожай 2014 года. Который необходимо будет провести на площади 14 тысяч гектаров. Лучшие руководители сельхозпредприятий, механизаторы, водители, инженеры, трактористы были отмечены грамотами и подарками. За наивысшие показатели валового сбора и урожайности зерновых колоссовых и зернобобовых культур этого года почетной грамотой главы муниципального образования город-курорт Анапа были награждены 9 человек, работающие на предприятиях. Агрофирма «Гастагай», «УПХ Анапа», «СП Россия». Сергей Сергеев пообещал хлеборобам, что следующий праздник администрация города проведет в сельском округе, который станет лучшим по показателям урожая сельскохозяйственного года. С ответным словом выступил директор агрофирмы «Гастагай» Геннадий Демурчев. Хотелось бы, конечно, слава благодарности сказать вашему заместителю Михаилу Ивановичу, всей команды управления сельского хозяйства, которые практически с предприятиями вместе трудились для сегодняшнего дня, чтобы получить вот такой урожай. Мэр Анапы заверил, добросовестным работникам муниципалитет Анапы будет оказывать всяческую помощь. Занимайтесь, я буду создавать условия. Мы будем отдавать вам лучшие места на рынках. Индивидуальный предприниматель Николай Лазарев доволен, что в Анапе успешно реализуется программа господдержки малых форм хозяйствования. Ведется помощь со стороны банков. Мы кредит брали трактора, уже выплатили, комбайн брали, уже практически тоже закончился кредит. Сейчас еще новый трактор взяли, на сезонные работы берем. Анапские аграрии надеются, что 2014 год будет еще более удачным, а показатели сбора урожая превысит результат этого года. Светлана Авилова, Андрей Стародубцев, Анап Регион. Двадцатилетие здравницы отметили в санатории Элада. Сотрудников санатория поздравили краевые и городские почетные гости и первые лица в Эладе, основатели санатория. О том, как прошла торжественная церемония поздравления, расскажем прямо сейчас. Фотоотчеты пяти и десятилетней давности теперь фотохроника. Многие помнят, как начиналась история Элады. Из долгостроя пионерского лагеря в 1993 году Элада стала по-настоящему греческим санаторием, где все есть. Семь корпусов, два лечебных отделения, спортивный и тренажерный зал. За 20 лет в Эладе отдохнули почти 250 тысяч сотрудников налоговой службы всей России. Вот мы с Виктором Александровичем смотрели хронику сегодняшнюю, да, я говорю, слушай, это хороший европейский уровень. И действительно тот уровень, который есть, он действительно европейский хороший. И это только благодаря вам, вашему повседневному труду, заботам, которые вы проявляете. Я бы хотел пожелать всем вам добра, счастья, здоровья, семейного благополучия. Поздравления со сцены под разноцветными софитами. Маранапа Сергей Сергеев подарил греческую нику директору греческой Элады, чтобы побед было еще больше. Раз вы умеете отдыхать, раз вы умеете подводить итоги, честовать ваше прошлое, наше общее прошлое, значит, вы умеете и хорошо работать. Я хочу вам подарить статуэтку, значимую статуэтку, это богиня победы. Надеюсь, она тоже украшает вашу школу. С праздником вас! Всего самого хорошего! Значимая победа санатория в профессиональных конкурсах. Курортный Олимп 2008 год. Элада победитель краевого конкурса в двух номинациях. Дополнительная награда всегда – хорошие отзывы отдыхающих. Элада очень-очень красивая, здесь все так изменилось, все стало очень хорошим. Ну, как бы внешне очень мне нравится. И как отдыхающий, ну, мне и себе здесь понравилось. Отдыхается вообще замечательная, очень уютная обстановка, прекрасный вид бассейна, теплый, очень приятные сотрудники, врачи. Можно пройти цикл процедур, который благотворно влияет на общее состояние здоровья и просто прекрасно провести время. Во время отпуска жизнь кажется ярче. Отдых с изнанки обычно видят сотрудники санатория. Для них чужой отпуск – работа. В Эладе работой довольны. Очень хороший коллектив. Территория просторная, красивая. В общем, мне все здесь нравится. Неудивительно, что многие сотрудники проработали по 15 и 20 лет с первого дня основания санатория Элада. Наталья Пухальска, Александр Кореневский. Анапа. Регион. Новости спорта продолжают выпуск. В Анапе прошел чемпионат России по кикбоксингу «Мужество», посвященный 70-летию освобождения Анапы от немецких войск. Организатор турнира – Отечественная федерация кикбоксинга. В памятном чемпионате участвовали анапчане и представители других городов Южного федерального округа. Турнир посвящен 70-летию освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков. Для приветствия спортсменов были приглашены ветераны Великой Отечественной войны. Полковник в отставке Павел Тихонович Кухоль отметил, молодежь должна быть гордостью России, а парни – достойными защитниками Отечества. В 1942 году Анапа была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками и целый год город переживал все ужасы неволи. На Анапской земле совершали подвиги воины Красной Армии и моряки-черноморцы. Мы с вами молодое поколение, слава богу, мы не видели ужасов той войны. Но сегодня мы вспоминаем добрым словом, вспоминаем наших ветеранов, вспоминаем всех тех, кто отдал свою жизнь за то, чтобы мы сегодня с вами могли заниматься спортом, жить в нашей прекрасной стране, пользоваться всеми благами. Побороться на ринге съехали спортсмены из Краснодара, Геленджика, Славянска-на-Кубани, Воронежа, Гулькевича и Республики Кабардино-Балкария. Всего 75 участников, среди которых 4 мастера спорта и 9 кандидатов-мастера. Возраст спортсменов от 7 до 40 лет. Бои дали возможность показать свои способности и опытным спортсменам, и новичкам. Бой вели в полный контакт на всех уровнях не только юноши, но и девочки. По итогам финальных соревнований Анапчане завоевали следующие места. Первая у Всеволода Привалова и Олега Ткалича. Третья по праву отдана сыну чемпиона Никите Ткаличу. На сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на завтра. Прогноз выходит при поддержке наших партнеров. Салоны магазина изделий из камней самоцветов Тайной Медной Горы и торгового центра «Алиса». Всегда удачный шопинг в центре города. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шопинг. Кто-то не любит шопинг. Кто-то любит играть. А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса». Исполняет ваши желания. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайной Медной Горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин Тайной Медной Горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. В среду 24 июля в Анапе местами пройдет дождь с грозой. Температура воздуха в дневные часы плюс 22-24, ночью до 20 градусов по Цельсию. Ветер юго-западный 4,6 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 24 градуса выше нуля. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и клуба танцевального спорта «Лунопарк». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи 4 квартал 2013 года. Телефоны 48333 и 48300. Они стали легендой. Девятикратные чемпионы мира. Клуб танцевального спорта «Лунопарк». Стань одним из нас. Стань чемпионом. Клуб танцевального спорта «Лунопарк».